Очевидцы снимали начавшийся пожар в порту Бейрута, как они думали, с безопасного расстояния. Но в следующую секунду взрывная волна разлетается на километры. Огромный белый гриб чудовищной силы. Видно, как он сотрясает воздух. Не менее ужасают кадры с воды. Можно даже разглядеть, как волна разносит здание одно за другим. Случайные операторы даже успевают развернуться и сделать пару шагов, не больше. Крики, звуки разлетающихся стекол, летит обшивка зданий. Что могло сдетонировать настолько сильно, сейчас выясняется. По предварительным данным, всему вину пожар на складе пиротехники. Можно даже увидеть незадолго до взрыва блики, похожие на фейерверки. Впрочем, некоторые арабские издания сообщают, что это мог быть ракетный удар ВВС Израиля по арсеналу движения Хизбаллах. Эта информация пока не подтверждается ни одной стороной. Версию о пиротехнике подтверждает и густой дым красно-черного цвета, поднявшийся после взрыва. Я не знаю, что случилось. Я рыбачил, вдруг что-то рвануло, начался пожар, я побежал домой, я ранен, я ничего не знаю. А вот как после случившегося выглядит Бейрут. Хаос. Из-за облака пыли трудно разглядеть улицы, покореженные машины, части зданий. По данным местных властей, площадь поражения взрыва десятки квадратных километров. То есть пострадала почти половина ливанской столицы. Уже известно, что по меньшей мере погибли 10 человек. Ранены сотни, но общее число пострадавших пока неизвестно. По словам сотрудников Красного Креста, под завалами нескольких домов могут находиться люди. Сейчас там работают спасатели. Пострадавших доставляют в больницы. Это было похоже на событие в Японии, на Хиросиму и Нагасаки. Многие люди порезались осколками разбившихся окон. Кого-то взрыв застал на балконе. А этот человек, очевидно, был на работе. Пытается выбраться по коридору на улицу. Потолок, двери, все вышибло взрывом. Взрыв повредил издание российского посольства в Ливане. Вынесло двери, стекла. В этот момент там находились сотрудники депмиссии. Известно, что пострадал один человек. К сожалению, это не прошло стороной издание нашей петлики, которая тоже вместе с желтополисом получила фасадные повреждения. В самом у нас в Великой Стеклое также бронение получила, но незначительно наглаживающая жизнь одна из сотрудников нашего посольства в Беруте. И располагаем сейчас, несмотря на то, что уступили в плотный контакт, активно этим занимаемся с людьми на россиянах, пострадавших в результате данного рецидента. В ближайшую ночь спасатели Берута продолжат искать под завалами пострадавших.